Привет, друзья! С вами Никита, компания Сферокар, и мы продолжаем серию зимних обзоров на летние автомобили. Но поскольку эту машину мы привезли в январе, и мы были обязаны вам ее показать, поэтому мне придется померзнуть, а вам придется на это посмотреть. Итак, встречайте! Спортивный купе на гибридной платформе Honda CR-Z. Но прежде чем мы приступим к обзору сегодняшнего автомобиля, хочу обратить ваше внимание на то, какие гости посетили сегодня нашу съемочную площадку. Это белохвостые и белоплечие орлы, которые прилетают сюда на секундочку погреться. На улице минус 90, откуда они прилетают погреться, вообще непонятно. Эти красавцы появились здесь примерно две недели назад, а вот Honda CR-Z появилась на свет в 2010 году. Хотя концепт-кар этой машины был представлен в Токио еще в далеком 2007. Давайте разбираться, что за малышка. Итак, эта машина уникальная, действительно, поэтому я очень сильно хотел вам ее показать. Буквально сегодня этот автомобиль уезжает у нас в Воронеж, уже через пару часов будет погрузка в транспортную компанию. Поэтому я его буквально выцепил у наших логистов, чтобы вам его показать. Машина уникальна чем? Во-первых, это идеальная смесь, консолидация, как принято говорить наших логистов, технологий, культуры и вот этой вот спортивной японской мощи. Потому что, во-первых, в эту машину внедрили в то время самые лучшие гибридные технологии у Хонды. Это система ИМА, чуть позже расскажу. А во-вторых, многие помнят знаменитый вот такой же ренессанс-купе конца 80-х, начала 90-х годов, назывался он Хонда CRX. Выглядел примерно точно так же, но, соответственно, со временем он был более квадратный и так далее. Но машина рвала топы по продажам. До сих пор многие любители хондоводы их ищут, покупают за бешеные деньги, строят из них корчи, машины для кольцевых гонок и так далее. В общем, тачка легендарна до сих пор. Как всегда, начнем со внешки, друзья. Итак, это стандартный классический хондовский купе. Очень многим он напоминает Civic, но, тем не менее, автомобиль очень индивидуальный по своим чертам. Машина дерзкая, злая, броская и 100% чего не отнять у нее, это спортивность. Потому что вот эти линии, которые сверху заужаются, снизу расширяются, очень напоминают карт. Я вам скажу больше, в управлении машина ощущается точно так же. В городском потоке вы действительно едете как будто на карте. Рулится просто суперски. Друзья, у нас сегодня нестандартная комплектация. Эта Альфа отличается аэродинамическими бамперами, легким обвесом. Вот эта красотка у нас пришла еще в легком тюнинге. Здесь стоит спортивный глушитель. Вот такое вот шикарное 17-е литье NK. Кстати говоря, клиренс у автомобиля 150 миллиметров. Для города это вполне достаточно. Естественно, в лес на такой машине вы не поедете, но это ведь спортивное купе. Профиль машина выглядит строго, но также броская и спортивная. Как бы это удивительно не сочеталось все в моей голове. Тем не менее, хочу отметить вот эту дверную ручку, которая не выступает из-за кузова. Сбоку ее вообще даже не видно. Все это для чего? Для динамики, потому что это что? Спорткар. Друзья, кстати говоря, хочется отметить вот эту штучку. Это плавник, который присущ тоже в комплектации Альфа. И очень многие ценители Ханда-воды готовы платить за вот такие оригинальные штучки, если она присутствует в этих тачках. Ну и, конечно же, передняя часть этого автомобиля – это максимальная агрессивность. Посмотрите на эти фары с линзой, которая придает орлиный взгляд этой малышке. У нас красная лейба Хонды, которая всегда означает, что это либо Type-R, либо это Евро-Р на аккордах, либо это самая заряженная версия вот таких вот красавцев CRZ. Ну и, конечно же, аэродинамический бампер, который сразу дает понять, что это не просто малышка, а спортивный купе, который даст о себе знать в городских реалиях. Естественно, здесь кочерга, никаких газоупоров вы не получите. Ого! Смотрите, какой размах, как у Мерседеса. Сервисный режим, практически посадочное положение закрылок. Итак, друзья, что мы здесь видим? Integrated Motor Assist – это знаменитая хондовская система EMA, которую вы уже видели на инсайтах, на первых поколениях фитов и на фридах. Вроде бы никого не забыл. Мотор LEA мощностью 113 лошадиных сил и гибридная силовая установка на 10 кВт. Что хочется сказать про этот гибрид? Стандартная классическая гибридная хондовская схема. В этой машине – это большая инновация. После первого поколения фита ее еще немножко модернизировали. Кстати говоря, вот эта машина у нас 2010 года. В 2012 с первым рестайлингом вот этот мотор получил силовую установку на 15 кВт. То есть 5 кВт еще прибавилось. И удивительный факт. Вот эта красотка у нас, конечно, на стандартном хондовском вариаторе. Но для любителей настоящих трушных хондоводов есть… Для любителей трушных хондоводов, сказал. Для трушных хондоводов, для любителей хонд есть вот такие красотки на шестиступой механике. И это, по-моему, если не ошибаюсь, единственный вообще гибридный автомобиль, который возможно приобрести на механике. И для вот такого городского спорткара это вот такая версия. Более того, я вам скажу, что хозяйка этой машины – девушка. Алена ее зовут. И мы искали для нее тоже вот такую хонду на механике. Но, во-первых, это не так часто по Японии встречаются такие машины. Во-вторых, они уходят сильно дороже. Ну и, в-третьих, когда нам подвернулась вот такая красотка, вот в таком обвесе и красивом цвете на диких дисках N-ки и со спортивной трассой, мы забили на эту коробку и просто решили забрать вот такую красотку. Ну, для что можно сказать о салоне? Во-первых, для спортивного купе я вам скажу, что здесь место дофигища. Просто широченная машина. Это не то, что внешне заметно, это очень чувствуется по салону. Имеется в виду, если вас максимум двое. Если вы хотите ездить втроем или четвером на этой машине, ну, придется особое усилие приложить, либо это должны быть дети, там максимум собаки. Дети собаки. Максимум дети собаки. В зависимости от комплектации вы можете получить разную отделку салона. Бывают кожаные, бывают сидушки с подогревом, бывают версии даже с электроприводом. Есть панорамные крыши, что... У нас нет панорамной крыши. Но бывают. Очень удобный руль. У нас есть подрулевые лепестки, потому что версия на вариаторе. И когда вы врубаете вот здесь вот кнопочку спорт, у вас начинается просто отъезжать кукушка. У меня так всегда. С тачками вы прям реально... Машина трансформируется в карт. Просто врывается в дорогу. И в городском режиме вот эти вот пробки, шашки. Нельзя так делать, но она просто заставляет. Это... Вот это потенциал Хонды. Никогда Хонды не славились своими огромными движками, какими-то бешеными скоростями на трассе. Но в кольцевых гонках, в городском режиме, японская вот эта GDM-культура, это цивики, старые CRX, это был всегда топ. Стандартное количество подлокотников, подстаканников, куча разных бардачков. Здесь у нас дополнительные навигаторы от японцев еще достались. Все удобно, все под рукой. Версия Альфа у нас имеет круиз-контроль. Все управление у нас идет с руля. Руль тоже полностью мультимедийный. Управление магнитолой, управление круизом, всеми бортовыми системами. Даже можно осуществлять телефонные разговоры. Машин 2010 года, на секундочку. И только в нашей версии есть кнопка двух гудков. Это Double Duding System. Смотрите внимательно. Push on. Это для тех, кто говорит, что Toyota C-HR мало места. Вы еще не знаете, что такое мало места. Блин, ну я не могу задвинуть себя до конца. Но если, в принципе, за руль посадить карлика и назад посадить карлика, нормально вполне километров 700 до Хабаровска можно промчать. Едем. Сразу вам скажу, что те, кто хочет спокойно ездить на этой тачке, ничего у вас не получится. Потому что, как только вы садитесь, начинайте движение, она прям располагает к тому, чтобы педаль газа давнуть до упора. Сидушки во всех комплектациях, здесь с очень большими боковыми поддержками, практически ковши, ну полуковши. Есть вообще там вот такие, которые тебя похватывают. Плюс не забывайте, что очень много тюнинга, очень много спортивных дополнений, салонов на эти тачки есть. Так что обдельны не будете. Если у вас тачка на варяде, как у нас, вот есть такая кнопочка спорт, которая затягивает у вас передачи, и вы начинаете просто дубасить на это. Очень прикалывается. В ход идут сразу лепестки, которые позволяют сразу чувствовать себя гонщиком. Я лично не очень люблю эти штуки, но, блин, в этой тачке прикольно. На коробке, конечно, было бы намного больше ощущений. Суть в том, что вариатор, это же бесступенчатая коробка передач. Поэтому вот эти вот переключения передач, импровизированные, это все не по-настоящему. Просто у вас искусственно задерживается ремень в одном положении. Но, тем не менее, это прибавляет динамики, это добавляет драйва, и просто больше кайфа вы получаете от вождения, если простыми словами сказать. Но очень классно. Очень хочу подчеркнуть рулежку на этой машине. Реально рулится как карт. Очень жесткая подвеска, ну, в меру, да, для города нормально. Естественно, по грунтовке будет дискомфортно в этой машине, но, я думаю, для пересеченной местности такую машину никто и не рассматривает. Да, еще начните писать, что места, мало ли, пятерых не засунешь. Не ваша эта машина, друзья. Но, в городе, в режиме полупробочном, когда надо вот так вот где-то быстро проскочить, где-то повернуть в какой-то поворот, который у вас краум со всеми своими трехстая силами не зайдет, придется оттормаживаться, вот эта ласточка повернет просто практически на одном месте. Вот за это и любят конду, вот за это и покупают CR-Z, и за это выбирали CR-X. Обзор багажника, друзья, не знаю, имеет ли смысл обозревать багажник в спортивном купе, но вот сейчас разберемся. Для тачки-эгоиста это место более чем достаточно, вполне хватает, чтобы положить сумки для всяких ваших городских делишек. Но, если вам нужно все-таки запихнуть туда лыжи, сноуборд, что-то негабаритное или какого-нибудь очень большого человека, который туда не поместится, вы можете сделать вот так, и у вас получается в принципе не такой плохой плацдарм, даже я бы сказал, что если вам надо ездить четвером, откидывайте спинку, сажайте спиной вперед двух пассажиров и ездите. Небезопасно, конечно, но зато практически и вместительно. У нас можно поднять фальшпол, за которым есть вот такая огромная поролонка, где у нас, ну, в данной ситуации у нас, конечно, ремкомплект, но, уверяю вас, если вот это все дело вытащить, никакую запаску вы туда не засуньте, потому что у нас гибрид. И, соответственно, все эти электрические делишки прячутся у вас там, где могла бы прятаться запаска. Цены, друзья, от 650 тысяч рублей можно рассматривать вот этих красавцев. Это будет десятый год, это будет самая простая комплектация, но, тем не менее, можно взять машину в отличном состоянии. Вот эта красотка обошлась почти в 800 тысяч рублей, с тем учетом, что на нее пришлось установить ГЛОНАСС. Рестайловая версия с 2012 года можно рассматривать также от 750 в 800 тысяч рублей. Дальше все, как вы знаете, в зависимости от состояния, комплектации, пробега и так далее. Кого еще можно взять в этом ценовом диапазоне из автомобилей такого же класса? Никого, потому что эта машина индивидуальна, это вообще лучший вариант для города, если у вас небольшая семья или если вы ездите один, максимум вдвоем, ну или там собака или орел. Sometimes I feel so low Toyota GT86 можно рассмотреть также автомобиль похожий, либо Subaru BRZ это его близнец, но по бюджету придется доплачивать порядка миллион двести, миллион триста сейчас стоят эти машины на самом старте продаж. Все, подобных вариантов вы больше не найдете. Аналогично в этой же модели можно рассмотреть Insight, практически на той же самой платформе автомобиль, как и Honda Civic, между прочим. Аналогичные по технологии, но вы никогда не получите купе, вы не получите гибрид на коробке. Хотите гибрид на коробке, друзья, это супер выбор. Друзья, не сказал еще одну важную вещь, очень много тюнинга существует во всем мире, эти машины выпускались не только в Японии, но и в Америке, поэтому как американские тюнинг ателье, так и японские, у вас просто миллион бамперов, обвесов, капотов, решеток, кто-то ставит на них турбокит и превращает эту машину просто в боевую мощь, наверное, очень сильно уменьшая ресурс этих автомобилей, но тем не менее, бесконечно подвержены тюнингу эти красавцы и в мире есть много вариантов, которые прям шоу-кары. Друзья, помните, что в Японии есть подходящий автомобиль для каждого и возможно, где-то там уже ездит ваша будущая малышка. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны, ставьте лайки и до новых встреч. Компания Сферокар предоставляет полный комплекс услуг по подбору, доставке, растамаживанию и отправке по России автомобилей с аукционов Японии. Компания Сферокар Ваш эксперт в выборе качественного автомобиля.